Все, 130 тысяч монет я получил. Что дальше? 80 гемов, 3 яйца. Кстати, их можно открыть, оказывается, не надо ждать. Круто, давайте откроем. Что же нам выпадет? Может, редкий выпадет? Необычный, ну это обычный, ну так себе. Длительность огня плюс 10%. То есть это огненный режим, вот этот. Это неплохо, кстати, апгрейд, я, наверное, возьму. Следующее яйцо. То есть 10% это плюс 1 секунда, наверное, будет. Следующий, плюс 10 здоровья. Ну, тоже можно взять, может быть, здоровье порешает где-нибудь. И последнее яйцо, ну, пожалуйста, редкий, редкий. Потому что я задонатил 2 бакса, 130. Так, это как бы 20 баксов должно стоить было. То есть, поэтому я и купил, это выгодно. А, это ерунда какая-то. Плюс 20% к очкам. Ну, это как бы ничего не дает. Очки мне ничего не дают, по сути, на данный момент. Но, кстати, мы задонатили, и нам впритык хватает. То есть, на 4000 золота у меня всего лишь больше. То есть, донат не так много дал. Но, напоминаю, что есть такая фишка здесь. Если сюда нажать, можно за гемы купить золото. Соответственно, за 50 мы можем 36. Если 2 раза сделать, у нас 72 тысячи монет. Потенциально я могу потратить. Потенциально, если мне понравится. Понадобится, не понравится, понадобится. Так что у нас еще в копилке есть дополнительное золото. Ладно, задонатили. Давайте открывать. Смотрите, оно выглядит прикольно. Он такой толстый, прям с мультфильма какого-то. Я где-то видел его, реально. Не припомню где, но в каком-то мультфильме, реально. Может, в старом мультфильме, я не помню. Но реально похожее где-то что-то. А, в мультфильме отель Трансильвания. Там есть такой дракон где-то был. В третьей части, по-моему. Я третью смотрел только. По-моему, он там был. Что-то похожее, по крайней мере. Где-то дракон я этого видел, честно говоря. Ладно, открываем его. Отлично. Это наш первый средний дракон. Напоминаю, что в игре всего три, по-моему. Раз, два, три. Да, три дракона средних. Вот такой вот самый последний. Следующий, смотрите, у него две головы. Одна серьезная голова. Смотрите, прикольно нарисовали на самом деле. Вторая... О, смотри, птичка съела. Смотрите, смотрите. И другой чувак хотел ее съесть. А этот чувак веселый, он вообще никого не трогает. Он безобидный такой, добрый. Добряк. Правая голова добрая, а левая злая, короче. Смотрите, как он смотрит. Ну, это прикольно нарисовали. Похожего дракона мы видели в Хангри Шарке. Помните, реально, что-то похожее где-то было там? Ну, я точно помню, что-то было похожее. Потому что там был Китай, был. Может быть, там просто что-то было, типа... Ну, что-то было похоже, короче. Однозначно где-то видел. Дальше это уже будут большие драконы. Блейз большой. Какой-то секретный дракон. Я не знаю, как его даже открыть. Ну-ка. Вы должны открыть... Прошлого, предыдущего дракона. То есть, надо открыть вот этого дракона, чтобы увидеть, какой следующий. И еще какой-то следующий секретный дракон. И секретный... Подождите, их больше стало? Подождите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Не, все правильно, все. Мне казалось, на одного больше стало. Нет, я не прав. Так, ну, надо вначале пятого... О, уже можно трех детенышей выбирать. Значит, мы берем единорога. Мы берем вот этого, который дает плюс 10 к еде. Ну, наверное, к еде, я не уверен. Нет, наверное, не к еде. Не будем брать этого чувака. Мы возьмем, смотрите, огонь на 10% дольше длится. Это важно. Это важно, потому что огненная лихорадка. Это плюс одна секунда примерно, наверное. Дальше мы возьмем еще... Здоровье я, наверное, возьму. Плюс 10% здоровья. Все, вот такие апгрейды я взял. Выходим назад. Посмотрим костюмы. Костюмы закрыты еще. Видите? Тут... О, у него три костюма. Смотрите, первый костюм вот такой прикольный. Как он называется? У него есть название у этих? А, Дэдди Дэ. Дэдди Ди. Вито Драгоне называется. И Доктор Драгонштейн. Вот это прикольный, смотрите. Доктор Драгонштейн. На девятом уровне откроется. Это на шестом, это на третьем. Теперь у них три костюма. Что он дает последний? Плюс 20 очков. Этот плюс 10 к ускорению. Ну, к пусту энергии, короче. А это фаерсайз плюс 10. Что это значит? Я не понимаю. Огненный... Огненный размер плюс 10. Я не знаю. Может быть, это огонь длится 10%. Может быть, ошибка? Фаер Бриз. А, как далеко огонь. Насколько длинный он на 10%. Вот, я теперь понял, что это такое. Окей. Но это нам еще предстоит открыть. А пора уже, наверное, играть. Пора уже играть. Посмотри, кстати, другие две части. Классный мультфильм. Да, я бы посмотрел как-нибудь. Я просто никогда не знал... Ну, не думал, что он интересный просто. Я особо о нем не слышал. Просто Насте нравится третья часть. Вообще все нравятся. Мы смотрели третью в кино. В кино ходили. И поэтому я с этой серией познакомился. Но третья часть очень хорошая. Третья часть. Хотя, может быть, первая и вторая еще лучше. Я же не знаю. Ладно, давайте уже. Хватит разговаривать. Пора уже приступить. Так, одну минуту на квест. Ждем одну минуту или нет? Ладно, пофиг на это. Мы умрем, потом возьмем квест. Пофиг на этот квест. Можно было минут подождать. Появился бы квест какой-то. Ну, или рекламу смотреть. Ну, это одно тоже практически. Так, ну что. Заценим, короче, нового дракона. Ого! Корову хорошо он так взял. У нас три теперь питомца наших. Они реально помогают. Они всех убивают. Мы, короче, знаете, что делать будем? Мы полетим в место, где мы не могли пройти. Там, где кости были. И в какое-то место у нас теперь мы сможем сломать и пройти туда. В какое-то место, которое было закрыто для других драконов. А это у нас средний дракон. Соответственно, мы должны туда попасть. Единственное, я не помню, где были кости. В какое место мне лететь. Попробуем слева начать. Я вот лечу налево. Летим. Ну, тут еще пока интересно. О, кстати, золотая, смотрите. Золотый корабль. Золотая лодка. Корабль. Неважно. Левела, кстати, получила вторую уже. Может, где-то здесь какой-то проход закрыт. Я помню, здесь какое-то железо. Но железо я пока не могу открывать. По-моему, здесь железо где-то было закрыто. Вот видите, здесь нет. Здесь большой дракон нужен. Я пока... Ух ты! Как я влетел жестко. Я пока не могу туда попасть. Идем сюда. Во! А, это и было открыто. Это ничего такого. Ну, мы, может, сюда прыгнем? Чуть не умер я только опять. Как-то я спешу, спешу. А здесь нет проходов, кстати. Некуда идти здесь. Мы просто вышли обратно. Здесь нечего делать. Как вам играть, чуваки? Нормально или нет? Так, здесь тоже большой дракон. Нужен тоже металл. Кстати, как босса убьем? Давайте посмотрим. Вот этого босса быстрее должны убить? Может, все-таки средний размер, нет? Ну, вроде с трех раз. Тогда надо было больше вроде в него влетать. Вроде больше урон наносим. Быстрее убиваем. Такой чувак снизу золотой. Я возьму его. Сколько за него монеток дали? Непонятно. 430 у меня сейчас. 470. Это кого-то съел сейчас. Плюс 30 монет. Ничего так. 473. Всего 3 монеты за большой котел денег. Всего 3 монеты. Зачем тогда это так рисовать красиво? Я думал, там... О, что-то новое мы открыли, нет? Какое-то новое место написано. Мы, по-моему, здесь не были или были. Фиг знает. Написано, что Discovery. Типа новое место. Мы здесь не были, я так понимаю. Но я не... Может быть, один раз я был все-таки. Что-то похожее летал, я помню. Но я только снизу залетал как-то. Не, здесь я был. Здесь я был. А, вот смотрите, прикол. Вот эта штука, это лед. Написано, нужно Fire Rush, чтобы пройти туда. Тогда давайте заберем сейчас Fire Rush. Мне совсем чуть-чуть надо. Все, 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 Fire Rush. Смотрите, смотрите. Опа, и мы пройдем сейчас. Видите? Все растаяло. То есть тут может любой дракон пролететь. Лишь бы... А так тут ничего и не было. Горшки с золотом какие-то. Мне кажется, там очень мало золота было. Короче, бесполезно мы потратили, мне кажется, Fire Lihoradку нашу огненную. Бесполезно вообще. Ну там ничего не было просто. Просто пустое место какое-то. Так, кстати, как он плавает? Ну, опять-таки, энергии нет, никуда не плывет он. Нужно больше энергии брать. Я думаю, это у больших драконов будет нормально с энергией. У этого дракона просто больше здоровья стало. У него энергии как было 100, как у предыдущего, так и осталось. Как-то так. 700 монет всего заработали. О, кстати, буква здесь. Мы плывем куда-то вверх идем. Не понятно, что тут. Так. Что здесь? Ну, я здесь был. Здесь я был. Что-то с голосом. Тяжело говорить. О, о, мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега-каратка. Вот, например, если плюс 10 к огню, там с фаерсайз называется, мы можем дальше огнем просто полыхать, так сказать, на 10% длиннее он становится пламя. То есть это не продолжительность лихорадки, а просто пламя. Но это, мне кажется, не суперкрутой апгрейд. 10% это мало, да и зачем этот, если нет врагов, как бы ничего не даст. Все равно никого не сожрешь, не спалишь. Так, мы тут кого-то съели, что-то тут. Так, это я назад, что ли, возвращаюсь? Что-то не понял. Я здесь был или не был? А можно карту посмотреть? А, ну да, статуя лягушки здесь. Вот сверху, по-моему, кости будут. Там вроде проход закрыт справа. Сверху справа, сейчас, смотрите. Вот чуть-чуть здесь пролететь. О, я как-то дракона раньше не мог есть, смотрите. Я могу его съесть, по-любому. Во-во-во, съел все. Так, а это кто-то? Какие-то призраки я пока не могу есть. Призраки полны, много, полно призраков. Во, вот это место, смотрите, новое место. Все, все, внимание. Я открыл лес троллей. Ой, у меня мало здоровья. Ну-ка, надо поесть что-то. Кого-то поесть надо. Людей. Что-то за них очень мало дают жизни. Как-то еле-еле регенится здоровье. Вот, новая, новая локация открыли. Только этот дракон и выше могут сюда зайти. Мои предыдущие драконы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, а я могу их спалить? Не, не могу. Какие-то большие драконы летают я прям. Ну, не могу я их убить. Только большой, large дракон может их убить. Следующее поколение. Но это мне надо следующих двух драконов открыть. И потом только я большого открою. На самом деле, пару стримов по этой игре, я думаю, всех драконов можно открыть. Ну, не пару, наверное, три, может, четыре. Сегодня сколько? Тут стрим-то небольшой у нас идет. Именно по этой игре. Хангришарк, Эволюшн и Ворлдпак. О, смотрите, мы телепортировались куда-то. Внимание, ребята. Что-то куда-то пришел я. Ну-ка. Загрузочка пошла. Так, Кэссл Маркет. Чего? Рынок. Кэссл это замок. Маркет это рынок. Не знаю, рыночный замок, замочный рынок. Я не знаю, как это перевести, но вы поняли суть, как называется локация. Рынок, короче. Давайте так переводить, без замка слово. Я не знаю, что происходит. Меня несет какое-то течение, посмотрите. Меня течет, ой, меня тянет течение. Я не знаю, куда я иду, просто куда-то. Ну, дальше уже все закончено. Здесь я уже летаю как хочу. Ну, типа, бонусная локация. Но здесь времени нет ограничения. То есть, я могу здесь остаться сколько хочу. И, кстати, а карта есть у этого места? А-а-а-а, подождите. Что-то я не понял. Подождите, еще раз. Это что, полностью новая локация сейчас? И буквы здесь появились или что? Я что-то не понял. Я пока не понял, что на карте. Может быть, это просто загрузка была, чтобы слабые процессоры на телефонах, планшетах не загружать. Чтобы, ну, локация не была слишком большая, поэтому подзагрузка была. Потому что игра и так красивая. Может быть, они посчитали, что некоторые компы... Не компы, а телефон и планшет старый не потянут эту игру. И, соответственно, они донаты не будут кидать разработчикам. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть, они беспокоятся о своем кошельке. Таким образом. В первую очередь, конечно же. Ну, и, конечно, да, на телефонах, которые старые, и планшетах, все лагать может и будет. Я сейчас резаю, из меня ось ели. Я хочу просто изучать. Ой, кто это? Здесь прям новая музыка заиграла. То не было музыки, то и музыка появилась. Ой. Палим всех. 2 500. Что-то мало монет. Кстати, огонь реально как будто на одну секунду дольше работал сейчас. Ну, как бы после нашего... Того, что мы взяли напарника, детеныша. Я думаю, сюда еду... Ой, не еду, а одежду добавят. Со временем. Может быть, это как бы эта версия, они решили отказаться. Но они увидят, что мало кто... О, вот эти чуваки, которых я раньше не мог есть со щитом. Вот он только что был. Ну, как бы я все равно сюда не попал бы никак. Поэтому это очень странно, что это можно есть их. Ого, босс, смотрите, чуваки, босс. Вау, 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 вау. Это как краб какой-нибудь, да? Ну, он легко, он с любой стороны просто атакуется и легко умирает. Видимо, на них потом квесты будут чуть дальше. Просто сейчас нет у меня заданий. На них потом будут квесты поубить такого-то босса, еще что-нибудь сделать. Сейчас у меня ничего нету, и поэтому я просто так летаю, смотрю, что происходит. Вот дракона этого я не съем, придется мотать. Он большого размера. Не XL, а просто большого. Так, смотрите, куда я попал. Здесь прям подземелье какое-то. Какой чувак там ушел. Большой, толстый такой, с большим пузом. Тут у нас какие-то пауки. Это типа башня какая-то, смотрите, я вообще вверх куда-то... А, можно было сюда попасть, с другой стороны. Смотрите. Ну, мы назад тогда вернемся. У нас лихорадка начинается. Так, а справа можно? Нет, справа, походу, нельзя. Ну-ка, на карте. Да, справа ничего нет, это фейк. Это не настоящее место, туда никак не попасть. О, смотрите, крокодил какой-то, я съел крокодила. Я, кстати, могу нормально плавать снизу, какие-то крокодилы тут. То есть тут уже более-менее начинаются так, интересные зоны какие-то. Вначале как бы долго ничего не было, нас не пускали сюда. Сейчас тут хоть что-то можно увидеть. О, люди, смотри, рыбу ловят там люди. Ну, к сожалению, меня убили, я уже не буду тресаться. Все-таки кристаллы здесь очень важные, важная валюта. Николай, привет. 4600 заработали, яйцо не нашли только. Ну, яйца они пока откроются. Очень долго ждать. О, ну, нормально. Мы можем этот костюм купить, но у нас денег нет. Но если кристаллы поменять, можно взять, но я чуть не хочу этот костюм, честно говоря. Поэтому давайте пропустим этот костюм. О, следующее, смотрите, снова следующее предложение. Нифига себе. Ты только одно задонатил, да? В одно задонатил все следующее предложение. Нам дают какого-то Фрости. Это какой-то детеныш, который замедляет врагов, написано. Замедляет все, что подходит к нему близко. Короче, подплывает. Или не приплывает, подлетает. В этой же игре все летают. Короче, всех замедляет. Но, блин, это стоит уже 5 баксов. 5 баксов это сколько? Ну, 325 рублей, да? Да, 325 рублей это стоит уже. Ну вот, за 325 рублей мы получаем 60 гемов. Но это невыгодно. Это, конечно, я не покупаю. Это вообще супер невыгодное предложение. Если бы это стоило 1 бакс, можно было подумать, но не 5. 5-то, ну, это не... Слишком дорого. Я-то понимаю, какой донат выгоден, а какой нет. Но это супер невыгодный донат. Я донатить на это не буду. Ну что, мы отправляемся дальше. А, кстати, да. Смотрите, второй квест можно... А, минус 15 минут. Второй квест надо 2 раза рекламу смотреть. Первый квест, короче, полностью... Ну, заработать за все время 521 очко. То есть в сумме за каждую игру не надо там за 1 раз. Поэтому пофиг. Поэтому пофиг. Мы не будем это делать. В смысле, мы это... Само по себе это все сделается. И не надо на это обращать внимание. Ну что, раз мы то место новое открыли, надо сразу туда идти, направо. В новое место. Мы еще не все изучили. К сожалению, нас сожрал большой дракон, которого мы не смогли одолеть. Потому что мы просто его не можем съесть никак. Так, смотрите, мы можем электрических каких-то драконов или кого-нибудь... Ну, каких-то существ электрических есть. А раньше нельзя было, я помню. Подлетал и все. Ты просто урон тебе получал. Будешь стримить Jurassic World? Не знаю. Пока не знаю. Возможно. Динара, привет. Николай, йоу. Всем привет, кто присоединяется. У нас новая игра. Ну, как новая, она еще не везде вышла. Но в некоторых странах она доступна. Но в Google Play, в Play Market, вернее, она доступна вроде как в России. Но она еще в бета-версии, поэтому она еще как бы сырая. Здесь мало контента. Но можно уже посмотреть, что из себя будет представлять новое поколение игр Hungry Shark. Потому что это, по сути, Hungry Shark только в фэнтези. Можно летать. Вместо того, что ты плаваешь, ты просто летаешь. Вот, смотрите, это босс. Ну, как босс. Ну, просто моб, которого сразу нельзя убить. Я его убил пару раз. Надо просто со всех сторон протоковать его и все. Но он тоже хорошо может урон нанести, если попасть под его раздачу. Так, а мы идем вниз вот сюда. О, смотрите, я свинью только что съел. Летающая свинья в этой игре есть. Если, например, в Hungry Shark World там была какая-то рыба. Помните? Пурпурная такая. Она уплывала. Ее съешь и тоже дают кристалл. То есть здесь свинью сделал. О, смотрите, я не могу ничего делать. Ему стало плохо. Я кого-то съел, типа. Видите, ему плохо было. Он назад сразу. Это какую-то рыбу. Если ешь, тебе становится где-то 5 секунд плохо. Ты не можешь управлять своим персонажем. У него, типа, голова кружится или что-то типа того. Это не... Я, правда, не понял, кого нельзя есть. Я, как бы, всех подряд всегда жру. Я без разбора это делаю. Но вот я случайно кого-то съел. В следующий раз, может быть, обращу внимание на это. Ну, потому что это редко, кстати, случается. Кстати, смотрите, он здесь проплыть... Пролететь не может. Он слишком толстый. Это как бы для другого дракона, походу. А мне придется, смотрите, вверх идти. Тут катапульта стоит какая-то. И все люди вон туда... О, опять я кого-то съел. Опять здесь кто-то находился. И, кстати, на этот раз мы еще дальше не прошли. Смотрите, где мы. То есть мы в ловушке. Здесь ничего нет. А, кстати, все буквы находятся здесь. Заметьте. То есть мы начинали раньше вот там. И там только яйцо осталось. А сейчас все буквы здесь. Так, давайте собирайте буквы тогда. Первая буква слева. Где-то здесь. Вот она где-то, где-то здесь. Ну-ка, найду я его без карты, эту букву. Где-то здесь в деревьях она, наверное. Ну, где? Я уже пролетел. А как я не увидел-то? Где-то здесь буквы это. Где-то в деревьях, как я и говорил. Просто вот она, да. Реально спрятана в дереве прямо. Надо подлететь, чтобы увидеть. Так, что дальше? Сверху H-буква. Первая буква слова hungry. Это вторая буква. Но нам еще четыре надо искать. Так, а где она? Вот она. Так, это вторая буква. А, одну мы упустили. Она была там. Может вернуться? Давайте вернемся. А то я здесь где-нибудь умру, потому что там драконы большие. Я уже назад не хочу возвращаться. Мне придется резаться за кристаллы, чтобы назад за одной буквой идти. Я лучше как раз-таки соберу буквы в этом месте, в новом, где очень много врагов сильных. И за них много золота дадут. Ну и очков. Но очки мне не особо нужны. Очки чисто так для понтов. Они ничего не решают. Здесь нету никаких таблиц, лидеров, ничего пока что на данный момент. Потому что играю еще в бета-доступе. И поэтому ничего еще не сделали. Поэтому то, что я миллион наберу или полмиллиона, или вообще 30 тысяч. Для меня ничего как бы не решает. Единственное, смотрите, чтобы взять эту букву, надо очень высоко лететь. Смотрите. О, смотрите, новая тема. Вот, вот, вот. Вот это я говорил. Что-то типа бонус какой-то. Плюс 500 очков или что? Что это за бонус? Зачем у меня такой бонус? Я додумал что-то там посерьезнее. Вот еще, смотрите, какая тема. Можно через вот такие вот проходить. И когда все пройдешь, получаешь дополнительные очки. Так, а где буква? Буква где-то здесь, чуваки. Вот здесь где-то. Вот она, вот она, вот она. Все, нашел. Ой, у меня огонь. Зачем? Надо упасть. Тут никого нету. Чтобы кого-нибудь не сожрать, а спалить. В этой игре, видите, драконы не едят никого, по сути. Ну, они едят, но когда золотая лихорадка, они просто огнем. Огнем всех убивают. И они никого не едят в этот момент. Ну что, возвращаемся назад. Нам осталось три буквы на эти. Они как раз все там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня вроде много здоровья было. Нарвался на минку. Блин, еще на одну. Ну, ничего страшного. Кстати, смотрите, полностью здоровье нарисовано зеленым цветом, да? И чуть-чуть желтым. Я так понимаю, это то, что у меня бонус плюс 10%. Он показывает, насколько я больше здоровья получил. Я понял, это это. Кто там кричал, вы слышали? Я кого-то сожрал и поставил паузу. Мы прекрасно услышали крик. Так, да. Ну, это кровавая игра, по сути, такая. Довольно-таки. Так, а сколько? Одна буква осталась? Все, hungry. G осталась буква. И все. Мы сейчас посмотрим, насколько круто мы много золота заработаем. Надеюсь, конечно. Так, надо сюда. И где-то буква сверху сейчас будет. А, сейчас загрузка. Это реально загрузка, чтобы не нагружать систему. По-любому. Потому что на карте это все нарисовано. На самой. А здесь просто под загрузка. Так, короче, где-то здесь. Вот она G-кнопка. Не кнопка, а G-буква. Ну, все, все, все. Смотрите, чуваки, сколько наберем. 800 у меня монет на данный момент. Погнали, погнали. Hungry. Во, я всех ем. Я большого, смотрите, дракона, который в прошлый раз меня убивал просто. Просто отомстил всем. Смотрите как. Ну, это, это... Во, теперь еще огненное. Во, во. Погнали, погнали, погнали. Пока не закончилось. Все, все, все. О, мы можем плавать еще. Правда, здесь никого нету. Если что-то куда-то уплыл вниз. Ну, короче, тысячу монет мы заработали. Даже меньше 900. Маловато, конечно. По очкам, может, там неплохо. Но я говорю уж, зачем очки в этой игре. Единственное, мы теперь плавать не можем вниз. У меня просто бесконечная энергия была, и я мог нормально плавать. А там можно куда-то плыть, смотрите. Ого, куда можно плыть? Зацените, ребята. Смотрите, тут целый подземный мир. Ты еще дальше плывешь, и потом туда. И там... А, там уже буквы появляются. То есть тут целый подземный мир, чуваки. Просто целый. Тогда давайте попробуем налево. Просто там дракон какой-то большой, я его не могу съесть. А если я немножко нырну? О, смотрите, я могу пройти. Правда, здесь еды нету. Почти. Здесь какая-то рыба непонятная. Попробуем... О, это что, вороны, что ли? Они как-то не выглядят как вороны, но по звуку это ворона. Вот еще этот босс, но он меня убил. Он меня убил, как-то, я не знаю, просто проатаковал. Вокруг себя просто как-то. Я сзади его был, но он просто как-то умудрился меня убить. Я не хотел резаться, потому что кристаллы я не хочу экономить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова